Сейчас мы видим, как по Александра Невского и по Карла Маркса загорелся желтый. Машины сейчас затормозят, режим переключится, и вот поехала улица Толстого. Целый день Денис Банов смотрит монитор. У него в руках все нити управления городским движением. Мужчина следит за работой сразу сотен светофоров. Если устройство выходит из строя, надо реагировать быстро. В данный момент здесь висит ошибка, что нет связи с одной из четырех стоек. Там произошло ДТП, соответственно, фура снесла на стойку. Мы об этом узнали сразу же, потому что программа дает сразу понять, что случилось, где случилось, во сколько случилось. Крым – первый регион в России, где установлены светофорные объекты, использующие для работы солнечную энергию. В советский период все устройства были электрическими. Их контролировали женщины-инспекторы. Они сидели в будках и в нужное время включали определенный свет. Если верить старым фотографиям, первые светофоры в Симферополе появились именно здесь, на площади Советской. Тогда тут был обычный перекресток. Теперь кольцевое движение и ни одного светофора. Установка светофора – долгий процесс. Сначала создают схему устройства и рисуют план дорожного участка. Длина фаз сигналов рассчитывается по специальным формулам. После проект утверждают ГИПДД. Но при этом недоработок все равно остается много. Ну, после того, как этот светофор преобразовали, он стал намного лучше. Здесь можно проехать. В целом неплохо, но секунд не хватает. С ними было легче, знаешь, на газ или на тормоз сжать. Вот сделали новое светофорное регулирование на улице Роза-Лексимбург. Там постоянно пробка организовывается. Заторы в час пик и пешеходы, с трудом успевающие перейти дорогу на зеленый свет. Пересечение улиц Воровского-Шмидта – одно из самых проблемных в городе. В данном перекрестке две проблемы. Это сходится пять потоков транспорта. И вторая проблема – это горлышко, которое создается на улице Пролетарской путем установки транспорта в неположенных местах. То есть оно сужает проезжую часть, соответственно, перекресток начинает забиваться. До конца 2020 года в Симферополе появится семь новых светофоров. Также разрабатывается проект «Зеленой волны» по улице Севастопольской. Автомобиль, попавший в такой поток, проедет весь участок дороги без остановок. Дарья Шарипова, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова